Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Контрольный объезд Екатеринбурга его глава устроил в последний день зимы. Александр Высокинский проверил чистоту улиц и тротуаров. Проблемные точки на карте Уральской столицы обозначили после объезда 10 марта. На исправление ситуации у глав районов было три недели. Успели не все. Самая неплохая ситуация у нас в Верхосецком. Хорошая ситуация в Чкаловском. Это верхние две строчки. Нижние две строчки Кировский и Орджоникидзовский. Итогами объезда, по информации, размещенной на официальном портале Екатеринбурга, стали дисциплинарные взыскания и даже увольнения в Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Выговор объявлен главе администрации Орджоникидзовского района и его заместителю, отвечающему за вопросы благоустройства. Но председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин поручился за местную администрацию. Увольнения последуют, если до 20 апреля на улицах района не наведут порядок. Роман Кравченко у нас в эфире. Роман Геннадьевич по образованию инженер-строитель и юрист. Служил во внутренних войсках в Пазахстане и на различных постах в системе МВД России. С 2011 по 2018 год возглавлял один из отделов полиции Екатеринбурга. В ноябре прошлого года стал главой Орджоникидзовского района Екатеринбурга. Добрый вечер. Роман Геннадьевич, выговор справедливый? Ну, думаю, да. Надо признать, что на сегодняшний день мы научились чистить дороги, но до сих пор не научились чистить тротуары так, как бы хотелось. Я хочу пожать вашу руку, потому что, ну, чтобы чиновник получил выговор и после этого пришел в эфир, объясняться перед жителями своего района, такого еще не было. Спасибо. И нам, жителям Уралмаша, скажите, что будет меняться в вашем подведомственном районе? Что будет меняться? Ну, во-первых, на сегодняшний день мы пересматриваем саму структуру уборки непосредственно района. Мы планируем закупить малую технику и начинать чистить тротуары так, как это положено. Планируем создать несколько звеньев, которые будут заниматься только чисткой тротуаров. Ну и, понятное дело, что в летнее время, когда наступит положительная температура, мы планируем произвести ремонт части тротуаров по одной простой причине, что они просто отдышали. Владимир Смирнов, наш второй гость. Владимир Викторович, работа в управлении ФСБ Свердловской области, учредитель двух рынков Екатеринбурга. С 2013 года входит в состав совета при главе Орджоникидзевского района по малому бизнесу, занимается благотворительностью. Депутат Екатеринбургской городской думы с 2017 года. Здравствуйте. Добрый вечер. Справедливо выговор получил глава района? Риторический вопрос. Даже не знаю, как это правильно ответить. Если бы сил и средств было бы больше, на мой взгляд, можно было бы и спрашивать построже. Почему Орджоникидзевский район действительно плохо убирался? Я живу не там. Я там был, ну прости господи, с экскурсией с дочерью 8 марта. Но там было плохо. По сравнению с центром, по сравнению с ботаникой, на которой я живу. Ну, хотелось бы сказать, вы сравниваете с центром, вы сравниваете с ботаникой. Это более современные районы, которые построены уже по более современному лекалу. Допустим, самый простой способ... Тротуар одинаковый везде, Идарова. Нет, не соглашусь с вами. Обратите внимание, в центре вдоль каждой дороги идет так называемый технический практический тротуар. В Орджоникидзевском районе вдоль каждой дороги идет не технический тротуар, а идет газон. Причем газон в большинстве случаев уровнем выше самого тротуара. И в зимнее время, в весеннее время грязь с газона в том числе сливается на уличнодорожную сеть. Это вызывает кашу, это вызывает какие-то проблемы с уборкой. Мы сейчас один из вариантов улучшения ситуации планируем создание в районе, но не только в районе, и в городе, большего количества технических тротуаров. Это заасфальтированная часть шириной от 70 сантиметров до метра, которые будут предохранять вымывание грунта на проезжую часть. У нас, я живу на Уралмаш, у нас с одной стороны радость, у нас метро есть, с другой стороны это же метро, это печаль. Потому что рядом с метро возникает очень много парковок, стоянок, как сказать, очень много автомобилей. Мне вот свою поставить некуда. Будет ли как-то решаться этот вопрос? Ну, один из вариантов решения этого вопроса, это так называемое строительство высокоскоростного трамвая, которое уже началось, которое соединит город Екатеринбург с городом Верхняя Пышма. Ведь ни для кого не секрет, что основное место около метро занимается транспортом лиц, которые приезжают из городов-сетелитов города Екатеринбурга на работу. Они приезжают, доезжают до станции метрополитена, оставляют свой транспорт, садятся в метро и двигаются дальше по городу Екатеринбургу. Огромное количество жалоб это вызывает на сегодняшний день от жителей этих домов. Ну, как и вы говорите, что вам некуда поставить свою машину. Ну и, соответственно, это имеет негатив свой. Каким образом планируется, это, еще раз говорю, строительство трамвая. Посмотрим по возможности какие-то перехватывающие парковки. Ну и третий вариант, понятное дело, что человеку на трамвае, приехавшем в Арджоникизовский район, непосредственно до станции метрополитена, гораздо быстрее и гораздо дешевле это будет обходиться. Продолжите, добавлю тоже буквально несколько моментов по этому вопросу. У нас вот сегодня буквально с Александром Геннадьевичем Высокинским происходила встреча у депутатов городской думы и обсуждали вопрос вот тех территорий, вот от красной линии до проезжей части дороги, да, то есть вот их отдать в какие-то подблагоустройства коммерческим предприятиям, которые бы могли это сделать. Единственное, что надо будет району, это, наверное, территорию как-то потом, впоследствии обслуживать. Что нужно поменять на Уралмашу? Поменять нужно, как вот правильно сформулировать, даже не сразу отвечу, возможно, надо больше денег тратить на какие-то подрядные организации, да, то есть убирать не только средствами и силами дорожно-эксплуатационных, да, то есть вот наших, которые ведомственные учреждения, возможно, какие-то надо привлекать сторонние организации, которые бы тоже могли прибирать вот эти территории. Я думаю, что тогда бы сил и средств просто больше было бы. Нет, ну, уралмашский депутат принимает бюджет и, соответственно, может там как-то полоббировать, нет? Можно нолик пририсовать в пользу вот нас с Уралмашей? Ну, бюджет так просто не пририсовать нолик. Естественно, там я как предприниматель там в том числе, да, то есть у меня свои там есть какие-то, своя техника. Мы же встречаемся, мы как депутаты, да, то есть встречаемся постоянно с населением Роженикидзовского района, они приходят на прием и жалуются, что у них во дворах, например, там снега много, сейчас начнется таяние активное, все начнет заливать, и, конечно же, вот эти надо вопросы решать, и как-то я как депутат там в том числе, да, то есть с привлечением сил и средств администрации Роженикидзовского района мы этот снег стараемся вывозить. У вас появились новые полномочия, в том числе разработка стратегии. Да. Да. Какой вы видите, ну хотя бы предварительно, стратегию развития Уралмаша? Ну, то, что касается стратегии развития... Я потом вас тоже спрошу. Не Уралмаша, а всего Роженикидзовского района мы целиком говорим, да, потому что есть еще большая часть Эльмаша... И Садовой. Да, которая обижается, говорит, почему вы про нас не помните. Так вот, мы исходим из стратегии развития, которая разрабатывается до 2035 года. На сегодняшний день получается, эта стратегия включает в себя развитие жилого сектора, развитие социальных объектов. Надо пояснить, что мы сосредоточились последние годы, к сожалению, только на жилье и забыли про школу. Это вызывает соответствующий бум, да, первоклассников, как был в этом году, как были предыдущие годы с детскими садами. То есть социальные объекты, объекты дополнительного образования, ну и, понятно, культурные объекты. Вот в этих трех плоскостях, плюс строительство дорог и развязок, соответственно, и будет развиваться район. Скажу сразу, в ближайшие 10-15 лет Арджонкизовский район станет самым большим по строительству жилого сектора. Более 60 гектаров жилой застройки планируется именно в Арджонкизовском районе. А вы будете нас дальше уплотнять? Мы так очень плотно заселены? Или вширь пойдем? Мы идем и вширь, и убираем ветхое жилье. Надо сказать, что большая часть Арджонкизовского района – это ветхое жилье. Моральное, не просто моральное, а устаревшее, которое, в принципе, подлежит сносу. Я приведу пример строительства на сегодняшний день так называемого «изумрудного бора», который строится напротив веер через космонавтов. Это новый микрорайон на новых землях, мимо которого пройдет высокоскоростной трамвай, соединяющий Пышму и Арджонкизовский район. И население этого района будет около 25 тысяч человек. Владимир, что нужно делать в Арджонкизовском районе стратегически? Район, как сказал Арман Геннадьевич, у нас достаточно старый. У нас в следующем году юбилейный год, 85 лет району. И, конечно же, надо восстанавливать ту инфраструктуру, ту городскую среду, в которой наши люди… Он, по сути дела, из промышленного района уже превратился в спальный. То есть люди утром уехали в центр на работу, вечером вернулись обратно. И необходимо городскую среду, комфортную, ее как-то организовывать для людей, для старшего поколения, для молодежи, чтобы они могли заниматься отдыхом каким-то после рабочего дня. С официального сайта мэрии Игорь Володин, который является безусловным авторитетом в Арджонкизовском районе, молодцы, что так написали. Ну, как понятно, авторитетный человек на Уралмаша. Взял на поруки местную администрацию. Тоже прекрасный термин. Однако, если до 20 апреля ситуация не изменится в лучшую сторону, глава Екатеринбурга будет вынужден уволить провинившихся. Вы удержитесь на своем посту после 20 апреля? Я еще раз повторяю. Часики-то тикают. Если бы я боялся за свое кресло, я бы не начинал заниматься этой работой. Самое главное – это работать. А дальше народ, я думаю, оценит. Что вы будете делать до 20 апреля? Заниматься своей непосредственной работой. Моя работа включает и благоустройство, и другие функции. И только уборкой района не заканчивается жизнь района. Илья Буткевич, вы знаете, кто это в фейсбуке, просто это мне пишет. Пожелай ему успеха. Упорства и успеха. Мы в него верим. Спасибо. Написал Илья Буткевич. Сразу после рекламы рубрика «Кино» с Артемом Шушпановым посетим кладбище домашних животных и узнаем, что означает крик «Шазам». Илья Буткевич. Продолжение следует... Продолжение следует...